В большую презентацию вылились 4 месяца размышлений, а МИЧИ предложили несколько вариантов разгрузки транспортных артерий «Орла». Предложение очень короткое, это транспортный кальций-кораз. Значит, строительство первоочередного моста в районе ТЭЦ, ну, строительство еще одно моста через УАКУ. То есть, тем самым, ну и путепровод через железную дорогу в районе ТЭЦ. При тщательном изучении всплыли детали, которым не обрадовался глава ТТП. Было предложено, что после реконструкции трамваи по Красному мосту уходить не будут. Впрочем, больше волновало другое, за счет чего центральная магистраль «Орла» расширится. Ведь в проекте она шестиполосная. А что вы будете делать от магазина «Чайка» до, собственно, самого Красного моста? И тротуары местовые уже очень узкие, рядом стоят здания. Вопросы были и к другим местам. К примеру, тоннелю под железнодорожным мостом. Проектировщики предложили сделать еще один, отдельный, для электротранспорта. Во многих городах не там размещены объекты, которые должны стоять на кружевых магистралях. Грин, так сказать, и Рио. Ну, Рио еще нормально. Грин вообще сидит не там. Отдельно зачем-то коснулись микрорайона «Ботаника» и его транспортного сообщения. Но это уж не понравилось председательствующему на градостроительном совете Олегу Минкину. Не нужно сейчас вешать на предприятиях вообще все автотранспорты, которые наболели в городе Орле. В любом случае, это первое заседание по обсуждению реконструкции главной Орловской автомагистрали. Цена вопроса – 12 миллиардов рублей. Сумма, сопоставимая с половиной областного бюджета. Сюда не входит перепрокладка трамвайных путей, если таковая случится. Естественно, что без львиной доли федерального софинансирования не обойтись. Но в Москву заявка отправится лишь после того, как ПСД получит положительное заключение экспертов.